ребята всем привет это снова мы давненько нас не было многие пишут куда мы пропали да собственно не могу сказать что мы прям куда-то совсем пропали все мы до сих пор тут у себя вот не выходили в эфир по разным причинам планшет у нас сломался монтировать был не на чем и снимать был не на что вот сейчас спасибо моему брату он подарил мне небольшую как это называется экшн-камера или как это да экшн-камера вот на которую можно с ним что-то снимать вот плюс ко всему мы устроились на работу уже почти год ну в январе будет год как мы работаем работаем нами на местном небольшом мясо комбинате деревне волохова это серпуховский район у нас тут есть такая скажем короткая дорога 10 километров по по щебенке и по глине и мы в московской области вот значит папа у нас там сейчас устроился он работает обвальщиком я работаю жиловщицей ну кому интересно это в основном свинина у нас идет на мясо комбинате иногда бывает говядина папа у нас работает там обвальщиком он обваливает свиные головы ну то есть снимает там мясо с костей а я работаю жиловщицей это ну что что это мой ботинок это тот ну профессия которую я с мяса вырезаю жилы хрящи кости такая в общем ручная работа заработная плата не очень большая примерно где-то там 15-20 тысяч рублей иногда бывает побольше привет иногда бывает побольше когда работы много вот ну в общем то нам нравится у нас там хороший дружный коллектив и там вот мы работаем с утра до вечера практически то есть у нас мы с утра встаем рано у нас дойка пойка кормежка потом дети сад школа потом на работу с работы опять бежим быстрее домой потому что на детей забрать уроки сделать пожрать приготовить всех накормить на поить подоить гулять выпустить но в общем короче целая гора дела и было реально снимать вот вообще некогда вот сегодня у нас выходной мы дома погода у нас ужасная дождик слякоть грязь но в общем осень несколько дней назад выпал снег вот за пару дней все расставило сегодня с утра во время утренней кормежки дойки уж не знаю каким образом у нас свиньи наши смогли открыть загон и разбежались все по участку теперь это не у нас гуляют хочу вам сказать что если у вас хрюшки убежали то в этом принципе ничего страшного нет они собственно погуляют вокруг коровника никуда особо далеко не уйдут придут домой сами вот и поэтому у нас тут свиньи и поросят сегодня у нас вольно подъедают последнюю травку огород то что ну скажем немножко так у нас подросло выросло мы уже собрали поэтому они совершенно спокойно могут у нас гулять на всем поле я не переживаю что они у меня что-то попортит вот поэтому вот так ну что хрюндель мой тут одна из девчонок она у нас такая самая ручная и можно погладить до тебя тоже надо погладить обязательно как вот из таких глобальных новостей у нас в общем то ничего особо не произошло за эти полгода которых нас не было никаких мы ну ты за ну идешь ну пошли пошли эти домой запущу пошли никаких нас построек нет новых за все лето мы смогли только накрыть крышу коровники вот еще одна а это хряк бегает ну чё михалыч пошли домой смогли только накрыть крышу коровники у нас раньше был старый баннер сейчас у нас железо лежит вот больше особых никаких построек у нас нет этим свободный выгул пойдем я тебя впущу пошли 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 он у нас периодически убегает это такой у нас хряк который коперфильд он перепрыгивает через заборы он ломает заборы больше никто у нас так не пакостит а вот он такой может к уткам смотаться пойдем мадам я тебя пущу вот еще что из интересного мы купили электрический пастух весной пошли пошли застряла что он застряла купили по электрический пастух отечественный натянули у нас девчонки гуляют в пастухе вот он тут у нас висит сейчас подождите что-то у меня дождик идет на улице камера вся мокнет вот он у нас на улице по периметру огорожен 12 вольт в принципе я довольна две проволоки для девчонок на же перед двое вот огорожен периметр вот тут они у нас гуляют очень удобно они у нас за лето подъели одну часть поля мы пастух перетащили вот там дебе травку теперь позеленее они теперь там гуляют сегодня мы их не опускаем потому что очень грязно холодно идет дождь вот стоит ждет пока я их пущу сейчас запущу ой сама и дверь открывает ну какая самостоятельно пошли мадам пошли ох просят побежали вот еще один ой а тут темно а я хотел поснимать а тут темно вот папа свет выключил ромаш чего у тебя да да хулиганит ой безобразие какое сейчас подождите тут вам не видно я сейчас загон открою иди ничего не видать я хотела показать вам нашу девчонку мурашку ну наверное отдельно сниму видео одни просится на улицу другие наоборот сюда ломится и общем вот девчонок у нас двое точку которая родилась у нас весной мы оставили себе хотели назвать марта и по советам подписчиков но как-то вот не прижилось получилось мурашка так и осталось как мы хотели мурашкой что она как как мурашка действительно маленькая юрка и везде везде бегает ну вот ромаша наша все у нас да да все у нас хорошо да она у нас опять покрыли мы ее в июле месяце опять тем же семенем джерсейским если у нас родится опять девочка будет у нас родная сестра нашей мурашки вот тот же папа мы выбрали тоже семя приезжал ассиминатор на мою в июле месяце покрыл вот в апреле должна будет оттелиться мураш ну да я тебя попробую снять очень плохо видно очень плохо видно почти ничего не видно да не видно тебя ну ладно я потом свет включу и про них попробую может быть отдельности вот еще значит что у нас из интересного сена мы собрали вот наш сток стоит сейчас секунду стоит сток сеном саби собирали мы его косили трактором у нас знакомый трава на тракторе приезжал нам скашивал мы вручную собирали вот у нас сток стоит просто на улице нас синенькой никакого ничего нет накрыт укрывным таким синим этим вот на огороде в этом году у нас вообще почти ничего не выросло лето было очень холодное ну что вам девчонки сейчас папа позовон вам сен положит на огороде нас почти вообще ничего не выросло немножко огурцов немножко помидоров тыква малюсенький как яблоки но кабачки ничего кабачки выросли лица у нас потаскала кошек украла двух кошек лица у соседей одну кошку лица украла и еще у других соседей тоже двух кошек ли украл леса ну что нагулялись пошли домой вот такая у нас есть штука нам друзья сварили а это чтобы вытаскивать сено из стога ну то есть она же сверху мокрое и чернее там внутри то но все сухое ну ты вот так вот раз и обратно тащишь с сухим сеном вот такая у нас пика есть наше нововведение пошли домой девки пошли мокрая да фиг загонишь но вечером придут на кормежку сами сейчас пускай гуляют травку последнюю доедают вот что еще интересного можно рассказать часто просят про уток снять я даже если честно не знаю что снять но надо наверное про уток отдельно попробую куры в этом году у нас мы оставили себе только мини мясных остальных кур всех продали оставить только мини мясных из-за того что они меньше потребляют корма из-за небольших размеров хорошо несутся и такой у них тушка где-то килограмм примерно полтора про уток у девчонки у меня там мыкнут в коровнике просит на улицу на улицу не выпущу вот он опять вот он как он к уткам сейчас попал вот загон у нас отдельно здесь у нас хряки но сейчас такая грязище если честно даже дожди идут они копытцами все месяц у них там внутри все сухо а на улице прям кошмар вот утки у меня вот коричневые это индоутки мои а белые это пекинки пекинки не мои мне подруга попросила на зиму приютить трех уток одного утака утака она взяла индоутку белого цвета вот он на следующий год их скрестить чтобы получить мулардов или мурладов как правильно не знаю ну вот поэтому она их оставила в зиму хочет на следующий год попробовать своих утят которые будут хорошо расти а коричневые это мои у меня уток сейчас немного мы оставили где-то ну про я не делал примерно в районе 10 штук трое старых и остальные всем молодежь этого года вот что еще интересного про кого рассказать вам даже не знаю вот тут у нас как всегда все бардак вот хрюшки все перевернули убежали все перевернули ты как туда залез расскажи мне погода ужас вот ну в общем то скажем так небольшое такое первое сумбурное видео у получилось немножко немножко вам рассказала о том как у нас дела погода ужас дела нормально ну пишите комментарии спрашивайте если кого-то что-то конкретно интересует будем снимать отдельные видеоролики по каким-то может быть интересно интересующих вас с вопросом вот все всем пока